Несколько недель назад Nissan вывел слегка обновленный X-Trail, а сейчас похожий набор доработок достался родственному Qashqai. Опережая вопросы, отметим, что внешних изменений нет, зато инженеры перенастроили вариатор. В салоне из нового лишь комбинированная обивка кофейного оттенка, которую можно заказать, начиная со средних комплектаций. А для топовых версий доступен дистанционный запуск двигателя. Мультимедийный комплекс Nissan Connect поддерживает интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay. А система Яндекс.Авто научилась транслировать изображения от камер кругового обзора. Стартовая цена увеличилась сразу на 76 тысяч рублей. Но это не предел, ведь дорогие исполнения прибавили по 106 тысяч, так что максимально упакованный Qashqai стоит теперь дороже 2 миллионов. Audi A4, как известно, пережила обновление посерьезней. Правда, к машинам из первого тиража было не подступиться. Сперва российский офис привез лишь приветственную комплектацию по цене под 3 миллиона рублей. Теперь же появились исполнения попроще. У всех двухлитровый турбомотор и семиступенчатый робот. Базовая версия на 150 сил стоит 2 миллиона 375 тысяч рублей. Комплектация включает 17-дюймовые кованые диски, диодную оптику, электропривод передних сидений, климат-контроль, камеру заднего вида, круиз-контроль. Помимо седана на рынок одновременно выходит универсал, включая кросс-версию A4 Allroad Quattro. Оценителям изящного адресованы купе и лифтбэк А5. Если уж марка Хавейл считает себя премиальной, в этом блоке мы вдобавок обсудим ее рамный внедорожник H9. Он резко подешевел, обзаведясь новой комплектацией комфорт. Она подразумевает пятиместный салон и тканевую обивку кресел. Кроме того, комфортный вариант лишен контроля слепых зон, подогрева лобового стекла, биксионовых фар и дорогой акустики. Зато экономия 200 тысяч рублей. И закроем тему условных новинок российского рынка появлением базовой модификации Skoda Karoq. До сих пор в продаже были только версии с турбомотором 1.4 и 8-ступенчатым автоматом по цене почти в 1,5 млн. рублей. Теперь же дилеры предлагают и вариант с атмосферным двигателем 1.6 и 5-ступенчатой механической коробкой. Такой коробка стоит примерно на 100 тысяч дешевле турбированного.